Всем привет! Если у вас есть четвероногий друг, то вы попали по адресу, ведь это канал DIY для собак. Сегодня мы продолжаем тему коротких поводков и я расскажу, как обшить стропу тканью и получить при этом оригинальный короткий поводок на подарок любому собачнику. Единственное, что вы должны учесть, это высота собаки. Для изготовления короткого поводка вам понадобятся такие материалы и инструменты. Карабин и хольнитены, стропа, ткань, пресс для установки хольнитенов или молоток, дырокол или шило, а также кусочек искусственной тонкой кожи. На стропу шириной 2,5 см и длиной 70 см мне понадобилась полоска ткани шириной 8 см и длиной 70 см. Укладываем стропу на изнаночную сторону ткани и подворачиваем на нее нижний срез на 1 см. Скалываем булавочками, а затем сметываем. Также можно воспользоваться клеем для временного соединения ткани. Верхний срез ткани посвящен на 1 см. Срез ткани подгибается на ширину стропы, при этом выступающая часть ткани подгибается вовнутрь. Теперь можно сметывать и прокладывать строчки. Сколько будет строчек решать вам, но обязательно необходимо зафиксировать боковые части. Теперь можно собирать наш поводок. Если у вас тонкая ткань, то вы можете собрать его так, как мы делали в прошлом видео. Вставляем карабин. Концы стропы укладываем лицом к лицу и прокладываем строчку. Чтобы срезы не осыпались, я их прячу в кармашек из кожи. Для этого срезы кожи подгибаются вовнутрь, а затем подклеиваются. Укладываем изнаночной стороной полоску кожи к концам поводка. Фиксируем по бокам булавкой, а затем строчим или делаем все вручную. Срезаем припуски и выворачиваем наш кармашек. Наносим тонкий слой клея, у меня это момент кристалл. И вставляем срезы поводка вовнутрь кармашка. При желании, особенно если ткань тонкая, по верхнему срезу кожи, можно прокладывать строчку. Теперь эта полоска кожи окажется внутри и можно зафиксировать все в таком положении строчками или хальнитенами. Я же поступлю чуть... Отодвигаю карабин на 9 см от шва. Срезы, обклеенные кожей, вставляю вовнутрь. Можно фиксировать в таком положении. Так как у меня получился довольно-таки толстый слой, то все это я зафиксирую при помощи хальнитенов. Если у вас нет дырокола, можно воспользоваться шилом. При выборе хальнитенов обратите внимание на высоту ножки. Чем она выше, тем толще слой ткани должен быть. На самой ручке делаем несколько укрепляющих швов и наш поводок готов. Выбирая разные цвета ткани, можно добиться разного результата. Творите, дарите подарки своим друзьям и до следующих видео. Всем пока-пока.